В 1996 году впервые в Московской области в газете «Родник» при Комитете по делам молодёжи появился новый раздел – «Молодёжное обозрение». На этих страницах под чутким руководством профессионалов юноши и девушки имели возможность примерить на себя профессию журналиста. Для многих из них полученный опыт стал отправной точкой к получению профессии. В этом году было принято решение организовать курс, который подготовят к серьёзной работе в газете. С 7 июля по 4 августа прошла первая смена школы юного журналиста. Каждое занятие было расписано, были сделаны презентации, ребята играли на занятиях, ребята угадывали, ребята придумывали. Каждый раз было интересно, я так думаю, что они должны вам об этом рассказать. Игры – это хорошо. А журналистская деятельность всё-таки как присутствовала, в какой форме? Конечно же, мы им рассказывали, как не надо делать. Как надо делать, я думаю, знают многие, но вот как не надо делать, мы им обязательно рассказали. И они смогли это прочувствовать на себе, потому что они выходили в поля, они брали интервью, они делали опросы, и они потом всё это дело писали. И теперь в новом журнале, в Раменском, который существует, называется «Ромофон», можно это всё увидеть. Ты там есть? Да, тут меня нет. Я нашла. А почему там меня нет? Не знаю. Потому что всё очень секретно. Нет, хобби убрали. Да есть. Хобби убрали, оставили только звезда номера. «Ромофон» – журнал нового формата, выполнен в виде смартфона и призван оторвать молодёжь от гаджетов и обратить к печатной прессе. А самое главное, что должно привлечь новое поколение – его содержание. Тема – волнующий подростков. Авторы статей – ровесники потенциальных читателей. Ребята, которые прошли школу юного журналиста при Раменском информагентстве. Записалось изначально в школу юного журналиста достаточно много ребят, но в связи, наверное, с тем, что летнее время, многие уехали отдыхать и так и не дошли до конца школы. Тем не менее, те, кто остался – это 14 человек. Это вполне себе настоящие журналисты. При большом желании они смогут ими стать. Ребята ответственные, ребята очень внимательные, ребята хорошо пишут. Я узнала о школе от знакомых, которые работают на радио, и позвали меня принять участие, так как я раньше интересовалась журналистикой и планирую в будущем поступать на журфак. И мне это очень интересно. Я узнала очень много всего нового, обрела новые знакомства. Это неповторимый опыт, я смогла записаться на радио, знала многие принципы про интервью, про опросы, про общение с людьми. И вообще это очень здорово. У нас потрясающие наставники, которые дали нам очень много всего интересного. Курс юного журналиста включил в себя 16 лекционных часов и практическую часть. Понятно, что за столь короткий срок можно дать лишь базовую информацию, которую необходимо знать корреспонденту. Поэтому педагоги школы даже в день вручения сертификатов не могли остановиться и продолжали делиться с учениками профессиональным опытом и секретами. Вот понятие дедлайна есть. Если мы, например, газету свою вчера бы свежий номер родника в 9 вечера в типографию не отправили, то в 6 утра мы бы его не получили. Ну и так далее. Мы все-таки делаем материалы для того, чтобы люди, читая нас, могли о чем-то задуматься. Чтобы это не впустую было. Понимаете? То свое мнение мы не высказываем. Мы просто говорим о том, что произошло. А уже оценивать эту ситуацию будут читатели. Я научилась практически всем базовым навыкам. То есть это и проводить опросы, интервью, и все, что нужно для того, чтобы начать уже работать в этом направлении. Ты планируешь дальше стать журналистом или это просто как навыки какие-то для жизни необходимые? Нет, я планирую стать журналистом. И это как раз школа будет для меня как начальный этап, как преддверие к тому, чтобы уже стать представителем этой профессии. 14 человек получили сертификаты об успешном прохождении курса. Все ли из них станут профессиональными корреспондентами, не так важно. Важно то, что они получили возможность попробовать себя в профессии, познакомились с единомышленниками и впитали в себя полезные знания. Вторая смена школы начнет свою работу в октябре. Если вам от 14 до 18 лет и вы хотите в будущем связать свою жизнь с журналистикой, Раменское информагентство готово дать старт вашей долгой, но интересной дороге к мечте.